Я хочу спросить у вас про переговоры Армении и Азербайджана, которые были вчера в Сочи. Почему в Сочи? Ну, потому что мы говорим, что Азербайджан уже давно и с Эрдоганом связь наладил, и как раз вот все в обход России. Но почему вдруг вчера поехали в Сочи? Объясните. Дело в том, что сейчас за Армению сколеснулись Россия, с одной стороны, и Запад, Брюссель, США в первую очередь. Почему? Потому что Армения сегодня в незавидном положении. Вот смотрите, я сейчас с вами разговариваю. Сегодня премьер-министр Армении находится с официальным дружеским визитом в Иране. Посмотрите, как его встречают, какие переговоры. Вчера он разговаривал с Путиным. То есть это два ваших стратегических врага. Он поехал в Иран за помощью. И в то же время он был до этого в Брюсселе. То есть с одной стороны Брюссель, Вашингтон, с другой стороны Россия, Иран. Это союзники, те, которые поддерживают Армению. Ну как поддерживают? Запад сказал, освобождайся от России и от Ирана, иди на мирный переговор с Азербайджаном. Потому что Азербайджан находится под зонтиком Турции. То, что Азербайджан общается с Россией, это не играет никакого. Потому что Россия, а как можно с ней не общаться? Вот других вариантов нет. Но Азербайджан уже не Армения. Азербайджан не очень-то и нуждается в том же Брюсселе, в том же Вашингтоне, если на то пошло. Если есть вторая армия НАТО, которая делает в стратегических союзах тех же США. Поэтому американцы, естественно, и хотят, чтобы и Армения пошла бы на мир с той же Турцией и с тем же Азербайджаном. Но для этого надо выдавить Россию. Россия на это согласна? Нет. Ведь Россия дает вперед Иран. Иран проводит учения на границе с Азербайджаном. В Армении огромное количество пророссийских сил. Вот коллаборанты. У них медвежков там, как собак не резано. И в парламенте также сидят. И в средствах массовой информации. Два президента там сидят. Кочарян и Серж Саркисян. В Армении их в огромном количестве. В России их в огромном количестве. Я уже не говорю и про Францию, и про Калифорнию. То есть этот весь хай поднимается точно так же, как они 30 лет дурили. Но 54% на выборах же проголосовало за Пашиняна. И Пашиняна не совсем контролирует сегодня силовые структуры. Да, он контролирует ситуацию до определенного времени. Но силовые структуры, если бы он контролировал, не было бы вот таких эскалаций и таких провокаций на границе с Азербайджаном. И пока эта ситуация будет в таком состоянии, я боюсь, что мы будем свидетелями еще нескольких эскалаций. Потому что в течение этих ближайших двух месяцев должны были подписать этот мирный договор. Но вот как Путин сказал буквально вчера на пресс-конференции в Сочи, он что сказал? Есть два плана. Один вашингтонский, второй наш, российский. Вашингтонский план предусматривает полное признание территориальной целостности Азербайджана. То есть тема Карабаха закрыта раз и навсегда. То есть так, как требует международное право. Запад, который Азербайджан 30 лет не поддерживал в этом вопросе, сегодня заинтересован в этом. Почему? Россию закрыли, Южный Кавказ, значимость увеличивается, коммуникации, транзит, все, газ, нефть, все. Значит, зачем дразнить грузии? Это же территория Азербайджана. Более того, Турция там. Плюс врагом у Азербайджана выглядит кто? Иран. И кто сегодня? Вот на этой неделе и на прошлой неделе. На этой неделе вы встречали в Стамбуле, министра обороны Израиля, министра обороны Турции, министра обороны Азербайджана. Их принимал президент Эрдоган. А за неделю до этого все они в таком же составе встречались с Баку, с высшим политическим руководством. 5-6 звездных генералов. И там, и там приезжали. Для чего они встречались? Обсуждали жизнь на Марсе? Не думаю. После этого президент Израиля приезжал сюда в Вашингтон. Кого будет поддерживать Вашингтон, если Иран нападет на Азербайджан? А я еще напомню о том, что ядерный Пакистан также стоит на стороне Азербайджана. То есть вот в этой ситуации что делать Армении? Идти на мирное соглашение. Да надо выдавливать Россию. Россию не хочет. И Путин это открыто вчера в Сочи сказал. Азербайджан четко сказал. Тема эта закрыта. Значит, будет какое-то противостояние. Значит, кто-то будет провоцировать. Пока это поручено провоцировать, бряцать оружие Ирану. А в самом, вот на этой территории, где российские так называемые миротворцы, уже начались митинги. Митинги на территории там. Более того, заметьте, на митингах флаги России. Нет ни одного флага Евросоюза. Нет ни одного флага Соединенных Штатов Америки. А заметьте, в Ереване, когда Нэнси Пилоси пришла, собрали там человек 100-200. Дали им флаги Евросоюза и флаги США. В Ереване, ну, 200 человек. А тут собрали там 10-15 тысяч. И все с российскими флагами, с портретами Путина. Как такое может быть? Кто организовал этот митинг? И у меня вопрос к тому же Пашиняну и всем сторонникам про западную ориентацию Армении. Так я не понял, кто на вашей стороне? Россия, Иран? А вы на запад идете? Так вы определитесь. Нельзя быть беременными наполовину. Поэтому это я вам так кратко говорю о том, что это там сегодня как пороховая бочка остается. Но ситуация уже совершенно другая. И у России нет этих возможностей, которые были два года назад. Даже два года назад она не вмешалась, потому что Турция не разрешила. То есть Турция сказала, ты не вмешиваешься, я не вмешиваюсь. А сегодня, после того, что вы им хребет поломали на украинском фланте, я не думаю, что Россия сегодня заинтересована, чтобы дразнить гусей, даже на уровне Азербайджана. Я уже не говорю на уровне Турции, я это вам ответил. Поэтому давайте внимательно смотреть. Но опять же, вот именно отвечая на этот вопрос и делайте вывод, почему сегодня народ Азербайджана именно поддерживает вас. А народ в Армении, в масле своей, поддерживает сегодня Россию. Потому что они смотрят на эту войну через призму вопроса Карабаха. Вот Молдова вас поддерживает. Почему? Через призму Приднестровья. Да, конечно. Они понимают, что победите, они вернут Приднестровье. В Грузии точно так же. Правительство пророссийское, а грузийский народ в масле своей вас поддерживает. Потому что победите вы, они вернут и Абхазию, и Южную Осетию. Это однозначно. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Продолжение следует... Продолжение следует...